всем привет дорогие друзья сегодня в этом выпуске только я буду кататься на немецком легком танке sdkfz 234 2 он уже пума который находится на первом ранге и у которого бр 2 и 7 новая но лёгкий танк добавлены патчем 1.69 брони у нас конечно можно сказать нету у нас танк не про броню 4 члена экипажа но вот зато пушечка пушечка у нас присутствует очень даже неплохая стоковый снаряд каморный пробег 97 миллиметров на бр 2 и 7 это в принципе довольно достаточно подкалиберный пробивает 128 и второй подкалиберный который открывается пробивает 150 миллиметров с этим подкалибером на этом танке уже даже можно идти уже даже можно идти на 5 ранге да 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 я видел как некоторые игроки на пумах катались на пятом ранге и это вполне себе так возможно и даже кого-то уничтожить несмотря на то что вроде как бы танк первого ранга пушка всего лишь 50 миллиметров но бронепробитие 150 миллиметров это довольно таки нехило поверьте мне вот ну а так вообще конечно каморный он лучше я сталкивался в боях когда меня ланшотила именно 50 миллиметровая пушка я даже был на и все тяжелый вроде кажется советский танк и меня ваншотила 50 миллиметровая пушка то есть насколько у нее урон неплохой несмотря на ее маленький калибр так что не стоит недооценивать эту пушечку так что у нас тут у нас тут у нас тут подкалибер наверное возьму 5 а каморных 25 что ж погнали так неплохой быстрый маневренный очень хорошо мы вертимся даже взгляд за слишком хорошо потому что иногда просто трудно заставить этот танк ехать ровно и вот так кидают то влево то вправо что трудно оставить ехать ровно еще чтобы я выделил из минусов мы очень плохо едем под гору если вот как вот здесь возвышенность будет довольно сильная наш двигатель к сожалению не справляется с тем чтобы наш танк затащить под гору приходится как-то ехать боком зигзагами приходится ехать с разгона у меня были ситуации когда мне приходилось разгонять эту пуму по ровной местности чтобы заехать на небольшую горочку потому что так заезжать он не хотел на эту горочку без разгона а вот с разгоном скрипя зубами как-то заезжал все-таки ну вот так как его носит а там все я уже потерял скорость несколько раз меня поносило влево-право и все скорости уже нет быстро наш танчик теряет скорость так куда куда мне ехать не очень люблю эту карту тем более этот режим сражения когда идет битва до последнего танка так ну поеду наверно вот сюда нам удалось перехватить инициативу текс 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 у меня сейчас что делать надеюсь деревья мне скроют а и камни в принципе тут уже пактивники могут меня увидеть вроде никого впереди вроде надо внимательно смотреть на этом танке лучше всего играть я бы сказал так по подлому то есть обходить по флангам кресятничать потому что мы ну никак не держим удар любое попадание по нам это скорее всего гарантированно отправит нас в ангар поэтому надо надо не спешить не рваться вперед не рваться по центру остаться как-то соевого соевого ныкаясь пробираться по флангам застигать противника врасплох британскую зенитку слышу то есть он но он он и он и и и и и и Блядь, не заметил я Сзади, да, объехал? Да, сзади Ехал я из сейвового, ехал, но Не заметил я крусейдер Который подкрался сзади Ну вот, на этом первом бое видно Живучесть Этой Пумы Что даже британская 40-мм пушка С некаморными снарядами сплошными Нас ваншотила Насколько слабая Живучесть у Пумы Даже 40-мм сплошного снаряда Выводит ее из строя Что ж, погнали в следующий бой Может быть в следующем бою попадет Не люблю я такие карты Тем более режим сражения Когда все ныкаются по щелям Никто не спешит Ни на какие точки Когда есть точки Когда нужно захватывать точки Тогда Ты знаешь, что сейчас противники поедут на точку А ты вот там вот станешь И ты Можешь кого-то подстрелишь А тут Никто никуда не едет Все, кто куда поныкались Сидят по кустам Я сидеть по кустам не хочу Потому что Это скучно А у меня план Провести как можно Больше каток Ладно Сверну игру Гляну контактик Пока меня закидывает Такс, такс, такс Что-то долго меня закидывает На пуме Неужели так Мало игроков На БРе 2.7 Сейчас катается О, закинула Городская карта Что ж Поеду сразу же Брать точку Б Очки мне нужны Танк качать Не нужно По-моему Кинула на БР Ниже даже Вижу я Панзеры Вижу Панзер 38 Какая динамика хорошая При всех обогнал Скорость 39 40 41 Кто это Арту кидает Не люблю Когда в начале Кто-то кидает Арту Тем более Ну это явно Кто-то свой Ну явно Потому что Вряд ли Противники В начале Так далеко Арту Могут докинуть Это явно Какой-то свой Придурок Арту кидает В самом начале Сука Как же Такие игроки И бесит Долбоеба Кусок У него кнопка Арта Он не находит Способа Лучше Как испытать Арту Киню ее На своих Игроковных В начале А между прочим От арта Потом может Кого-то из своих И убить Внимание На обозначенный Сектор Так Опасно Конечно Я сейчас Выезжаю Но А что сделать По кемпелю Немного Улицу Так Кто-то Уезжает Круседер В ангар Круседер Какая хорошая У нас Пухечка Одно попадание Круседера И все Каморно И ему Хватило Он отправился В ангар Причем Он меня Заметил Как-то Даже И даже Выстрел И даже Почти попал Вот Как это Так Игроки Умудряются Выезжает Сразу Меня замечает Сразу Стреляет Но я Вот так И удел Так Может Немного Вперед Приехать Пользуясь Тем Что там Яхтпанзер На себя Агрит Противников Почему бы Ой, блядь Как же ж Носит его Эту Пуму Вражеские Войска Захватили Точку О Кто там Кто там Кто там Кто там Кто там Кто там Фиг там, не пробил А вот теперь пробил Блять Зисовый Ну что сделаешь Если я тут один был Против толпения Но фраг есть Один фраг есть Точку взял, фраг сделал Неплохо я считаю В этом бою я Повоевал неплохо, хотя Конечно же Хочется Лучше повоевать Хочется сделать Больше одного фрага Что ж Пошли в третий бой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кубань Кубань Давно меня на нее не закидывало Честно говоря Я мало Успел повоевать на обновленной Кубани Поэтому я ее пока плохо изучил Ну в принципе она осталась Такая же как и была То есть посередине Она осталась примерно такая же как и была Изменилась Кубань По этим По бокам Можно сказать Вот тут Кубань Изменили И тут Кубань Изменили Посередине примерно все осталось Так же Все те же Все те же Горы Спуски А вот по бокам Дасы Вот тут куда я еду Слева добавили Домики Справа добавили Какое-то озеро На котором плавающие танки могут Плавать Правда зачем Если можно объехать Это же озеро по краю Зачем по нему плыть Тем более что В War Thunder Скорость по воде Плавающих танков ниже чем Скорость Этих же танков по земле Зачем тогда плыть Для чего Я понимаю Если бы это была Неизбежность То есть Ты можешь только по воде Проехать этот участок Или больше никак Вот Это другое дело А так Там можно Можно проехать По суше Есть дорога Можно по воде Причем по воде Даже дальше Мало того Что танк будет плыть По воде Медленнее чем по суше Там еще и дальше Расстояние Какой смысл Плыть Я не знаю Но улитки Хвастаются Теперь плавающие танки Могут Плыть По краю Совершать обходы Боковые По воде Зачем Плыв 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 Ну вот Возвучность И мы уже еле Еле поднимаемся на нее Так, так, так Блядь Я не пробил Матильду И я себя выдал Значит, признать, где Я Вон она Матильда Да уж, не лока ситуация Она знает, где я Я знаю, где она Че делать теперь, не знаю Выехать Это гарантированно Она меня отправит в ангар Хотя не факт, конечно У бритов дыроколы Но У меня уже Крусседерсон шотил Поэтому проверять я не хочу Отправит меня она в ангар или нет Выезжать первый Я не хочу Буду надеяться Сейчас пазик Третий Вон Сагрит Эту Эту Матильду Я смогу Выехать И ей Раздать Так, давай Пазик Давай Пазик Пазик даже не видит Ее Блядь Капец Прикройте меня Ага Прикройте Блядь Я эту Матильду Не вижу Она, сука Заныкалась Она, сучка, заныкалась А, это Валентин Все Нагнули его А пазик-то молодец Его застегли не врасплох И тем не менее Он раздал Этому Валентину Валентайну Вот Насколько пазик хорош По сравнению с Умой Блядь У нас уже точку берут Если бы это я был Фух Я бы уже отправился В ангар Все Если бы меня вот так Застали врасплох Задище Я бы уже Отправился в ангар Пазик Выжил И еще Сумел Раздать Это просто Офигенно Офигенная Живучесть Пазика Третья По сравнению С пумой Тут просто Попадание Одно по нам И все В ангар Это Почти без шанса Это Пума Очень Очень Нежный Танчик Который Всего и вся Боится Поэтому Улитки Не стали Балансить Пум Высоко Хотя Как я говорил Пушка Старыми Подкалибрами Может даже Ой Может даже Пятый ранг Нагибать Ну как Нагибать Не то Чтоб Нагибать Но Уничтожать Я тоже Их Точку Собью А что Только И можно Точки Сбивать И поеду Нашу Возьму Помогу Взять Заодно Очки Получил Если Конечно Мне по дороге Блядь Сука БТ Еду я себе На точку А тут Мне навстречу БТ Блять Сука Как я выжил Ну наверное Скорей всего Из-за того Что у БТ Всего лишь Несчастных 45 миллиметров И поэтому Ему не хватило За броневого И я как то Выжил Отделался Убитым Движком И И И Минус Один Член экипажа Так А тем Временем Я слышу По звуку У них Зенитку Благо Это член экипажа Ни на что Не влияет Вот Видите Я не могу Выехать Под гору Все Движка Пумы Не хватает Поэтому Сейчас Наверное Придется Брать разгон Придется Брать Разгон И то Я не уверен Что я Выеду Под эту Гору Разгоняемся Разгоняемся Давай 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 Пума Выезжай Выезжай Вроде 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 Выезжаем Вроде Как Выезжаем Да О Только С Разгона Можно Выехать На Небольшие Горочки Под Нажмем Победа Близка Куда Тут Поехать Даже Не знаю Все машины Потеряли Противники Да Уж Как То Не быстро Слились Ну Два Фрага Есть А Нет Кто То Все Зашел Из Противников Кто Начал Не на Самолете Надеюсь Слышу Вроде Британскую Зенитку По Звуку А Не Это Советская Зенитка Это Советская Зенитка Она Где-то Вот Там По Звуку Советишен Зенит Советишен Зенит Газ А А Блядь Мы Точку Взяли Да Не Получилось Зенит Закравить А Все Ее Уже Убили Че-то Прокачал Так Тормоза Теперь Теперь Наверное Пополнение Экипажа Полезная Хрень В прошлом Бою Мне Выбили Член Экипажа Я Даже Не мог Пополнить Пока Норм Иду Три Боя Два Фрага Неплохо Так На Черчилле У меня Было Восемь Бою По Монтам Подряд Без Фрагов Черчилль Марк Первый Я Кстати Не пробовал Дымы Тут Работает Надо будет Испытать Потому что Я вижу Шахты Для Отстрела Дымов Но Вот Насколько Не Работает Пепельная река В принципе Хорошая Карта Но Одноточка Вот Это Уже Не Очень Хорошо Одноточка А ну-ка Дымы Не Дымы Не Работает Есть Шахты Для Отстрела Дымов А на Дымы Не Работает Я Не Буду Ехать На Точку Я Поеду В Другую Сторону 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 Так Кто-то тут уже расстрелялся Вон там кто-то Есть Ага Пора Мотать Фраг Есть М-3 Ямерский Нам удалось Перехватить Инициативу Фраг В Угу Фраг Как я его прям в полете Выпрыгивает такая зенитка Амерская И тут я такой стреляю, уже даже не надеясь Попасть И ваншотчу ее в полете просто Ох, супер Кто там? Это не Дикельмакс? Блять Похожий Дикельмакс Пулеметом закрабил Ооо, да Кто там? Я сгорелшего танка не вижу Кто там? Эмммм Два члена экипажа, да Сколько я уже сделал? Три фрага? Ой Ой На Не пробил Валентайна Не пробил Немного усилий И победа в наших руках Кажется, он меня сейчас нагнет Моя пушка его не пробивает Вот тут в таких ситуациях, наверное Нужны подкалиберы Потому что мой каморный его не пробивает Я не знаю, что я сейчас делать Выехать со своей нычки Блин Это значит выдать себя И кто-то меня может сейчас убить Стоять на месте Меня сейчас может арта замочить Так и есть замочила арта Ладно Тут была такая ситуация сложная Прошу прощения Три фрага я таки сделал Четыре боя Пять фрагов Неплохая динамика Четыре боя и пять фрагов Я считаю, нет Это Неплохо На Черчиллю такого нагиба у меня не было На Тигре тоже такого нагиба у меня не было КОНЕЦ 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 Поля Нормандии Поля Нормандии Стоп, попробуй-ка я Чисто на подкалибера поеду Что-то как-то меня вот эти Непробития Валентайнов Подкумарили Может быть На подкалибера Такой фигни не будет, а? Да, конечно, за броневой будет Не очень Но видеть надпись Не пробил Что-то как-то Меня не радует Валентайнов Валентайнов у них уже на бое есть кто то Вражеские войска захватили точку. Продолжение следует... ЛВТ. Вражеские войска захватили точку. Союзные войска захватили точку. Ёбаная сука арта. Сука, вот кто? Что, блядь? Сади? Как? Ну все ясно, круседы. Капец, у меня Тимон был. Вражеские войска захватили точку. Они просрали все точки почти, что ли. Ничего не могут. Что они делают? Где они катаются? Заехали сзади меня и убили. Я бы это, может, еще раз дал кому-то. Я бы того ЛВТ добил бы. Но, сука, такой подлянки сзади я не ожидал. И наш его пропусти. Это танк пидорасы, блядь. Да уж. Наконец-то открыл подкалибр ветки. Что еще теперь? Фильтры. Погнали. Так, ну теперь уже 5 боев, 5 фрагов. Такая статистика. Итак. Продолжение следует... 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 Эх, ладно, но очки, как бы то ни было, очки я получил за захват точки Но хотелось бы фрагов еще Глянув Кто что пишет, так Я уже 48 минут катаю 48 минут Поехали 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 Так, закинула Закинула Ага, пустынная карта Ясно И опять сражение Ох, не люблю я же этот режим Ну что делать Зато камуфляж у нас соответствует обстановке Мы желтые Местность желтая Хотя вряд ли это нам поможет Разве что вблизи Издалека, по-моему, пофигу Какая маскировка у танка Его все равно видно Силуэт По кому стреляет пазик Или он так Типа На удачу Внимание На карту Поеду я за ним Буду ним прикрываться Как щитом Живым Потому что пазики живучие А я нет Ни одно попадание И в ангар Если, конечно, это не Деракул британец Тогда еще Я смогу пожить Кто по нашему пазику Стреляет Напустил Дымо Где он там может быть Вон он что ли А ну Да, это он Нет, у него Это здание Оказалось, я стреляю в башню танка А то просто здание там На заднем фоне Зато избавился От части снарядов Может БК не взорвется Прикройте меня Внимание на карту Так, наша эфка По кому-то стреляет И кто-то по ней стреляет Вот оттуда уроди Вот оттуда Нам удалось перехватить Некративу Это был Т-50 Ясно Понятно Ой В ангар под калибером Ваншот Еще один Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Такс, 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 кто там? Никого не вижу. Хм. Хм. Внимание на карту! Еще немного усилий и победа в наших руках! Что-то... Так, уже не едет. Угу, британец. Так, давай, покажись. Внимание на карту! Внимание на карту! Внимание на карту! Блять! Он меня первый попал. Внимание на карту! Надо прятаться. Его убили. Повезло. Но теперь у меня минус два. Члена экипажа. Это значит скорость стрельбы замедлилась. Так, вижу, наши уже подтягиваются вперед. Значит, надо и мне подтягиваться за нашими. Может, ехать на точку. Аккуйте точку, Бэтс! Да! Так, как теперь мне подтягиваются в биме! Внимание на обозначенный сектор! что это штурмпанзер у него такой звук откуда ехали себе на точку ехал ничего себе с какого расстояния бочина да уж ну что ж я рисковал и ехал на точку я знаю но тем не менее фраг и я сделал один хотя бы но сделал вон сходу под калибром даже удивился так 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 фильтры подъемный механизм и того или сидевые 3 4 5 6 7 7 боев 6 фрагов конечно статистики динамика фрагов не то что положительно но она не такая уж и критичная если сравнивать с теми же вон черчиллем тигром нормально где-то приблизительно как и вот на его этом как его что я через м4 а3 короче шарман японский примерно такая же динамика статистика то есть иногда получается сделать фраг иногда нет по ситуации здесь на ситуации от карты от того как и насколько я внимательный танк ситуативный конечно скилл много решает но не главное скилл на этом танке не главное к сожалению тут очень не решает именно ситуации какую карту закинет каким противникам закинет насколько противники будут невнимательны а я наоборот внимателен я-то стараюсь конечно делать все что то не зависит осторожно играть но как говорится я же не бог и играю без щитов вот сейчас я точно знаю что на цепь реце не стоит потому что она простреливается а вот вот тут кого-то повыцеливать можно в принципе если я увижу кого-то а вон вижу но он 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 заехал я вижу вон в него попали вон еще кто то стреляет но я вижу как кончик башни что-то за танк всего не пробивает а а а в Блядь, 150 миллиметров бронепробити, и я не пробиваю этот танк в башню. Что это? Это какой-то британец, что ли? Только у них башни крепкие. Не, выезжать не варик. Хм. Союзные войска захватили точку. Что-то он уже и не выезжает. Ромашки спрятались, паникли лютики и выехал. Опять выехал. Никто не хочет ехать на цех. Кто-то он стреляет. Вражеские войска захватили точку. Блядь, какая-то кромель я заметил. Он первый меня увидел и выстрелил. Ну, вот так вот играется на этой пуме. Я же говорю, ситуативный танк. Нифига не танкуем. Лопаемся от любого попадания даже, даже, даже сплошного снаряда британцев. Поэтому, сука, кто будет ванить повысь в пуме БР, убью, блядь. БР повысить, ага. Уже, блядь, какой бой. Да не, пизжу, конечно. В прошлом же бою был фраг. Но всё равно. Фраги делаются очень трудно на этой пуме. Даже на БРе ниже или на своём же БРе. Фраги делаются очень трудно. Какой ещё повысить БР? Не дай бог, кто-то это ляпнет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, ничего себе. Восемь боёв и только пять фрагов или шесть? А ну. Повторы. Повторы. Раз. И три, четыре. И один. Пять. И один. Шесть. Шесть, да. Шесть фрагов. Восемь боёв, шесть фрагов. Это явно не имба, не. Тут никакого повышения БРа речи быть не должно. За восемь боёв, шесть фрагов, скрипя зубами. Не-не-не. Это не кактус, конечно. Не какой-то там черчей. Но и это, к сожалению, не имба. На том же Ти-25-ом я фрагов сделал, по-моему, больше, чем провёл боёв. Вот это хорошее показать. Когда фрагов больше, чем ты, по-моему, боёв, вот это, можно сказать, имба. Когда у тебя фрагов почти столько же, как и боёв, или чуть меньше, то это ни в коем разе не имба. Нет. Это, скорее, середнячок. Так, зайду-ка я в параметры игры. Звуки. Сделаю немного громче игровые звуки. Вот так вот, где-то. Вот так вот. Когда улитки ведут эту пуми дымы, мне кажется, тогда она заиграет новыми красками. Можно будет отстреливать дымы, ныкаться. И, например, отстрелять дымы, и потом из этих дымов выныривать. Как буквально какой-то Ассасин Крид. И раздавать. Вот тогда, тогда, возможно, какие-нибудь другие тактики игры на этой пуми будут. Пока-пока приходится ныкаться только по углам. Бояться любого шороха. Что меня заметят первые выстрелы, потому что первый выстрел должен быть за нами. Если первый выстрел не за нами, то это, скорее всего, мы поиграли. Танк нифига почти не держит. Только британцы иногда, иногда британцы мы можем танковать. Но это мало радует, потому что, если британец уже в нас попал, это, скорее всего, Крид. И пока мы чинимся, он нас добьет. Поэтому это меня мало радует, что мы танкуем британцы. Блядь, ну вот кто кинул арту? Какое хуйло. Блядь. Супер. Меня убила арта. Девятый бой. Куча танков, но арта убивает именно, блядь, меня. Едут три танка в этой точке. Едет зенитка с открытой полностью рубкой. Сука, арта убивает именно, именно меня. Блядь. Как же горит. Хотелось хотя бы девятый бой завершить с фрагом. Но нет. Нет, сука. Финляндия. Не люблю зимние карты, потому что на них колесная техника чувствует себя не очень. Там, в принципе, любая техника чувствует себя не очень. Любая, я в даквы сказал, не очень динамичная техника. Только М18 чувствует себя хорошо на любой карте. Ему пофигу. И там Тайп 62. А вот мы чувствуем себя не очень. Колеса вязнут. Скоро замедляется. Так, десятый бой. Поеду, поеду ближе к точке Б. Блядь, сука, что такое? Эти мухи задал, задал будет летом. Садятся, понимаешь, ли, на тело. Мухи судима, кадре. Блядь, на тело. Блядь, надо вас посмотреть, кто знает, вот я andel, Ой, чё-то я как-то задумался, еду на б... А я должен вот тут вот кем перить. Галь, где он? Эм, не пробил. Вражеские войска захватили точку. Есть фраг, лопуст. Седьмой. Седьмой фраг. Кто-то пытается выезжать. Да. Да. Продолжение следует... 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 Как-то, как-то это все А подытожу я, наверное, как и Про японский шерман То есть немецкая пума Не имба Нет, кто бы что не говорил Это танк не имба Ни в коем случае Этой пуме нельзя повышать БР Даже если кто-то будет войнить Но это пума и не кактус При внимательной игре При осторожной игре Мы все-таки можем Уничтожать вражеские танки И что-то показывать на поле боя По сравнению с тем же Чачилем Марком Первым На котором я сделал один фраг всего лишь за 8 боев То тут 7 фрагов за 10 боев Это я считаю более-менее нормальный результат На Тигре Первым, кстати, я тоже мало фрагов сделал То ли 6 фрагов я сделал за 10 боев Или даже Или даже Или все-таки 8 Но все равно не сильно много Так это Тигр тяжелый танк А у нас легкий танк Мы вообще ничего не держим Никакого попадания У нас ваншотят все коммуниле Не дай бог нам как-то себя выдать Позволить по нам выстрелить Первым Все это гарантированно Мы отправляемся в ангар Поэтому игра на этой пуме Заключается в том Чтобы не позволять противнику Видеть нас в Перм И стрелять по нам в Перм Мы должны всеми силами стараться Не допустить, чтобы нас Заметили в Перм И выстрелили по нам в Перм Тактика игры на этом танке Это стрелять по противнику в Перм Не дать ему шанс Стрелять в Перм по нам А для этого надо Осторожничать Прятаться Иногда и кимперить Только так Возможно играть на этой пуме Еще есть вторая тактика И она подходит Для этой пумы Это брать точки Мы быстрые Мы можем довольно Неплохо врываться Первую на точку Брать ее Получать очки Таким образом Эту пуму тоже можно качать Поэтому уже есть две тактики Как минимум игры На этой пуме Это фланговые обходы Прятки Кемперства И взятие точек Я считаю Это довольно неплохо Танк не имба Но и не кактус Это средний танк По всем параметрам На нем можно играть Иногда даже можно Получать удовольствие Свой фан Вот Даже можно его брать На БР повыше И даже там Что-то показывать Уже конечно не так Как на низкий БР Но тем не менее С подкалиберами 150 мм Мы можем даже 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 Три четверки Восемьдесят пятки Пробивать Насколько это будет эффективно Или если Насколько это будет эффективно Я не знаю Но тем не менее Можем Можем Поэтому Танк однозначно Хорош Вот Больше ничего По нему Сказать Наверное И нельзя Просто Неплохой Танчик Не имба Но и не кактус Ну а за всем Все С вами был Кочмар До следующего Выпуска Продолжение следует...